Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы представляем открытый урок с учащейся первого класса Ариной Кочкиной. Арише 7 лет, она учит у нас на дополнительной предпрофессиональной программе. А сейчас мы начнем нашу... А, обязательно! Тема урока. Ариша, ты пока можешь садиться. Работа над образным восприятием музыкального материала на начальном этапе обучения в классе фортепиано. Цель урока – создать условия для формирования образного мышления и вовлечь ребенка в область музыкально-художественного творчества. Начинаем наш урок с разминки. Так, Ариша, не поворачивайся. Вот так, давай ручки у меня свои. Садись, садись. Колобок. Разминаем ручки. Мы лепили колобка. Отдай ручку. Вот, чтобы тесто мяли мы слегка. А теперь давай ручку. Расслабляем ручку. Расслабляем. А потом его катали. Вот, расслабляешь себе ручку. На коленочки сажали. Посади колобка на коленочки. Так, пальчики вытягиваем и собираем. Вот, вытягиваем и собираем. Вот, вот, чтобы ручки у нас были расслаблены. Молодец! Дальше у нас пальчиков гимнастика. Так, колечко. Подряс сначала пальчики. На моем крылечке я нашла колечко. Теперь быстро. Очень нравится оно. Это круглое кольцо. Теперь подряд. Медленно. Вот, мы пальцы разомнем. И быстро. И теперь играть начнем. Молодец! Поворачиваемся. Дальше у нас разминка. Упражнение. Гусеница. Пашар-пуганона. Наша задача, в первую очередь, вести красивую мелодическую линию. И динамическая задача. Гусеница ползет вверх. Играем на крещендо. Внес деменуэнда. Товарищ, гусеницу. Доми, по-по-по-по-по-по-по. Павлодаря. Дальше. Павлодаря. Товарищ, гусеница. Замечательно. Гамма до мажор правой ручкой. Мы всем известны, что у нас гамма является фундаментом фортепианообучения. Но ставим не только технические задачи, но и художественные. Сначала у нас правая ручка сейчас будет играть на регато. И будем представлять спокойную репу. Правая ручка решит. Мягко подкладываем первый патчик незаметно. А левая ручка у нас ассоциация большой грузный слон, но в комнатных тапочках. На форт, а ну мягко погружаемся, дорогая ручка. Патчик. Патчик. Ставим на патчики. Молодец, Алиша. А теперь будем играть на два пиано, на пианисимо, расходящиеся движения. И будем представлять, как будто у нас росинка на глистике блестит. Вот если чуть громче сыграешь, то росинка пропадет, упадет. А нам ее надо сохранить. Вторая от одного пальчика, от одного ноги решит. Получилось, Алиша? Хорошо. Теперь переходим к этюдам. Этюды нам в первую очередь необходимы тоже для развития артикуляции, для независимости пальчиков. И самые простейшие этюды мы выбираем из сборника деталовой. Вот музыку с радостью. Всем известный учебник, но у нас мы, к сожалению, только сераходим. Так, первое, что нам необходимо, это проговорить шестнадцатый, вот который у нас здесь, ритма с логами. Эту работу мы проведем на крышке фортавиана. Таратири будем проговорить. Таратири, 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 таратири формула но это закончена миниатюра вот сейчас будем играть такие же активными пальчиками но мы должны выставлять движение ветра чтобы это было у нас лучше получалось добавляем чуть-чуть запястья вниз уже наша задача здесь играть выразительно и нас есть другие шлифи появляется как я лишь правильно ну как назвали ты туда хорошая а когда хорошее настроение ну что во первых мы поем от счастья да когда настроение хорошее а еще иногда мы под счастье что делаешь подпрыгиваем вот на долю всегда часть вот давай с тобой попробуем такое сделать сначала как будто поем это легата и потом легкая стакката но как характер и стелок и там молодец молодец а теперь переходим к более объемным этюдом требующий более физической выносливости здесь наша работа была это этюд николаева из его одной школы игры на фортепиано его николай автор этюд восьмые и здесь мы работали на длинный длинные фразы чтобы у нас это получалось мы опять придумали образ какому здесь придумали образ какое название чудо-то первокласснице любишь школу ходить с радостью школу идешь ну под текстурка у нас примерно такая рано-рано вышли в школу и пошли учиться весело учиться я хочу учиться ну вот что мне в первых приходит ну смысл в том чтобы каждый слог у нас совпадал на восьмое ариш давай вот так вот буду радостно так поехали и себя не смеешь крючок и 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 в и и и Сначала маленькая амплитуда, а потом больше и больше, вот это на самое любимое упражнение верится, да. Так, и другой ручкой теперь давай правой, вперед-назад, тихонечку, амплитуду увеличенной, Мариш, еще, 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 вот, еще, еще больше, молодец. И теперь прыгаем, ручки собирай и прыгай, вот выше, выше, а ручки веселее, ну-ка, ручки собирай, как ты красиво, у меня же пульс, мать, как ты ручки собирай, вот, прям немножечко, вот, 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 что спинка у нас освободилась, все, Наталья Ванна прекращает, и Алишка прекращает, садись на радость, отдохнули, послушаем, все, молодец. Так, переходим теперь к пьесам малой формы, так, все мы знаем сами, что ученики всех-всем классов с удовольствием играют пьесы именно малой формы, так, что, во-первых, малый объем, разнообразие жанров, образов, в которых любой ребенок для себя найдет что-то подходящее. Вот сначала мы представим пьесу «Ночь», армянскую народную песенку, это пьеса у нас с самого начала учебного года, она нам очень понравилась, это, ну, мы ее держим в памяти, во-первых, певучесть, да, такая красивая в этой мелодии. Про что это пьеса, Алишка, расскажи нам. Вот, ну, вот сюда, смотришь. Кого мы с тобой там хотели? На колыбельную похоже? Да. На колыбельную? Кого будем спать укладывать? Кто у тебя сегодня? Мишку будем спать укладывать, да? Ты вот когда спать укладываешь, жалеешь немножко? Да. Вот так поглаживаем, да, у нас запястье мягкое, да, Риш? Вот давай мы с тобой попробуем, сейчас вот так красиво сыграешь, и слова, тупой со словами. Угу. Так, у нас там слова немножечко другой. Ночке села на крыльчика. Ну, давай, Ришечка, играем и поем. Ночке села на крыльчика, Ночке села на крыльчика, И мягко ручку снимали. Умничка! У нас здесь была такая сложность, что вначале у нас целые нотки, да, которые занимают целую комнатку, а потом появляются какие паузы, Ариш? Клабинная пауза, да? Половинная пауза. Вот когда мы сейчас с тобой повторим вторую строчку, Ариш, когда половина паузы, мы ручку мягко снимаем, вот раз, и переносим на 3-4, уже переносим на следующий звучок. Давай сделаем вторую фразочку, покажи. 3-4, вот, вот, 3-4, вот, 3-4, вот, 3-4, вот, 3-4, вот, 4-4. А еще Арише очень понравился вот этот вот ход, увеличенная секунда, до 10-7, интересно, да, вот такая восточная мелодия, ну, не зря армянская песня, да? Теперь переходим мы с тобой к следующей мелодии, тоже в таком же характере. Ой, ты девчина, украинская народная песня, это тоже у нас все с начала учебного года. Здесь мы учились делать связанные легато, чтобы у нас пальчики не вязали в клавиатуре. Часто у нас ребятишки вот так вот играют, когда легато, предыдущий пальчик не убирает. Важно объяснить ребенку, что, когда мы играем легато, мы как будто бы поем. Когда мы поем, мы не можем оставить предыдущую ноту и спеть другую, да, Ариш? Мы правильно уже с тобой разговаривали. Вот, поэтому во время исполнения на инструменте так важно петь. И вслух, и про себя. Вот пока мы маленькие, мы поем вслух. Ариш, а про что мы эту песенку-то у нас все сказали? Ну, кто у нас там главное действующее лицо? Среди, ну, можешь картинку дать? Девушка? Да. Она плачет у нас? Да. А почему она плачет? Потому что ее замуж, на чужой деревне. Да, она замуж, на чужой деревне, угость от батюшки, от матюшки, да? Ей грустно, на горькие слезы льет. Ну, давай вот так вот грустно нам сыграй, Ариш. Давай сразу бей. Ариш. 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 Очень понравилось, как играла, теперь сама, товарищи. Теперь переходим к другой пьеске, уже другой характер. Это пьеса Штебельта «Адажио», из нами любимой книжки Артабаевской. Про что это пьеса, Кариш, как мы ее назвали? Осень. Обычно все детки очень острые, переживают смену времен года. Если вот весна, то все, уже никакой учебы нет, как сейчас. Солнышко хочется на улице, а когда осень, наоборот, грустно, мы переживаем. Какие у нас здесь слова, Ариш? Осень спает, и листья опадают. И без пальто на улице управлять нельзя. Не жаль, что это осень, и листья опадают. Птица летает в дальних краях. Мы грустим по этому году, да, Ариш? Очень нам жаль. Но потом у нас приходит вторая часть, Ариш. И что у нас здесь? Весна. Да, но весна опять настанет. Будем петь, играть. Снова солнце ярче грянь. Будем танцевать. Ну, потом опять грустная. Но все равно после осени мы знаем, что будет весна. Да, Ариш? Давай, вот сыграешь сейчас. Вот как ты сейчас хорошо сейчас так проговорила. В характере, конечно. Ух-у-у-у-у-у-у. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» у нас будет хороший финал опять он приходит бабки с дедом и у нас все закончится хорошо и жили они долго и счастливы и живут у нас уже несколько веков даришь вот уже сказка это знаешь сколько веков существует и мои детки слушают сказки и когда я маленькой была и сказка на представляешь как долго скажу вот потому что колобок на самом деле а теперь давай вот так все расскажи нам сказку только музыкальным язычком все так же красиво раздеть менять уже подсказывать ничего не буду так самое начало до конца а 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok